Привет-привет, дорогие друзья, дорогие зрители и слушатели! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И сегодня я вам объясню разницу между двумя русскими глаголами. Есть два глагола. Они похожи, но не идентичные. Спасибо за ваши комментарии. Только на русском языке это очень важно для меня. Комментируйте по-русски. А также спасибо моим дачникам, членам клуба «Русская дача» и другим людям, слушателям, которые покупают на моём сайте транскрипции, книги, упражнения. Потому что если вы смотрите эти видео, это благодаря этим людям. Потому что если бы я не получала вашу помощь, поддержку, я не могла бы делать видео так часто. Спасибо большое! Хорошо! И сегодня два глагола – это «решать» и «решаться», «решать» и «решаться», «решать» и «решить», «решаться», «решиться». Когда мы говорим «решать», «решаться». Кстати, откуда я беру идеи для этих видео? Иногда вы мне пишите «большое спасибо». Иногда просто я гуляю, я очень люблю гулять, и эти идеи приходят. Иногда я использую вот эту книгу «Лексика русского языка». И там очень много упражнений, очень много слов, которые для людей, которые учат русский язык, могут быть немного трудными. Например, есть, например, «мочь», «уметь» и «успевать», какая разница? Или «путь» и «дорога», какая разница? И вот «решать», «решить» я тоже нашла в этой книге. Я вам рекомендую, но здесь нет ответов. Нет ответов для упражнений, поэтому нужно работать с учителем. Хорошо! Хорошо! «Решать», «решить», «решаться», «решиться» – какая разница? Может быть, вы слышали такую фразу, например, Какая разница между фразами «я решила лететь на самолёте» и «я решилась лететь на самолёте»? Хорошо! «Решать», «решить» – это когда мы говорим «я сделаю это», «всё», это мой план, «я решила что-то сделать», то есть в моей голове какой-то ментальный процесс, когда я говорю себе «надо это сделать», да? Например, «в ресторане я решила не брать десерт». Обычно я не беру десерт в ресторане. В ресторане я решила не брать десерт. Или «я решила попробовать вот этот салат», «я решила попробовать плов», то есть я сказала себе в голове «я буду это делать». То есть «решать», «решить» – это нейтральный глагол. «Решаться», «решиться» – это есть нюанс, что есть страх. Страх – это когда мы боимся. Да, мы боимся, есть страх. Но мы делаем что-то, да? Мы боимся, есть страх, есть негативная эмоция, но мы это делаем. Это мы сильные, сильные. Например, в ресторане, в какой-то экзотической стране, может быть, не в Китае сейчас, но... Ну, например, в Таиланде или просто в России, и там в меню есть какое-то экзотическое блюдо, вы никогда не пробовали. Во Франции, например. Во Франции есть такой стереотип, что люди едят лягушек. Лягушка – это такое... животное. Конечно, обычно каждый день французы, конечно, не едят лягушек, но можно найти иногда, может быть, в туристических ресторанах. И вы видите этих лягушек, и вы... вы не очень хотите, но вы много слышали об этом, и вы хотите попробовать. У вас есть немножко страх, то есть вы боитесь чуть-чуть, потому что это что-то новое для вас. Но мы можем сказать, я решилась попробовать лягушек. Я решился попробовать лягушек. То есть есть страх, но я сильнее. И с глаголом решиться мы часто говорим все-таки, например, все-таки, в конце концов, то есть как... не хотели, но потом сделали это, как в результате, в конце концов, все-таки. Я долго не хотела пробовать лягушек, но потом все-таки решилась. Все-таки, значит, были другие аргументы, но я решила, решилась это сделать. я решила лететь в Москву на самолете, и я решилась лететь в Москву на самолете. я решила это нейтрально, то есть у меня были варианты на машине, на поезде, на самолете, на велосипеде, и я посмотрела все варианты и решила лететь на самолете. Я два года назад решила ехать в Москву на поезде из Парижа. Два дня. Да, сорок часов. То есть это такой нейтральный факт. Но я решилась лететь на самолете. Это значит, я боюсь. И, например, я боюсь летать на самолете. Сейчас меньше, потому что я думаю об этом и много анализирую, и я понимаю, что риска нет. Есть риск для экологии, но для меня риска нет. Но если я боюсь, но потом в результате я долго думала и я подумала, что я хочу это сделать, это я решилась лететь. Ну, в Москву из Парижа только 4 часа, но я два раза была в Японии, и я летела туда 13 часов. 13 часов. И я решилась лететь в Японию. Решилась. Значит, был страх, но я хотела это сделать. Вот. Потому что других вариантов нет. Ну, на велосипеде это долго. Так. Ещё примеры с глаголом решиться. Мы не решились брать в путешествие ребёнка. Не решились обычно будет несовершенный вид. Второй глагол. Мы не можем сказать не решились взять. Можно, но лучше не решились брать. Мы не решились брать в путешествие ребёнка. Например, если вы едете в страну, где, может быть, не очень хорошая гигиена, может быть, лучше не брать маленького ребёнка. Ну, я не знаю, вы родители, вы сами решаете. Но такая идея, что лучше не брать. Мы не решились брать ребёнка. Мы не решились брать, значит, мы боимся. Мы решили не брать. Решили не брать, значит, просто как факт нейтральный. Вот, дорогие друзья, пишите ваши примеры, ваши комментарии с глаголом решить и решиться. Мне интересно, например, ситуации, когда вы боялись что-то сделать, но потом решились. Например, я решилась лететь в Японию, я решилась лететь на самолёте и так далее. Пишите. Большое спасибо, что смотрите мои видео. До скорого. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова